Мы уже в студии и готовы вам представить гостю, которую дехто из наших грядочей уже точно знает. Неса Завяло, письменница. Сегодня у нас в гостях. Витаю вас. Доброе утро еще раз. Уже мы презентовали некоторые книги ваши, несколько эфиров, несколько месяцев раньше. А сейчас у вас новые достижения, новые книги. Кстати, поздравляем с тем, что книга ваша, которую мы презентовали, стала лучшей книгой по итогам Николаевского обзора книг. «Краще книга року». Вот так, дорогие друзья, разумеете, «Краще книга року». И сейчас есть новые работы, о которых мы и поговорим. Я имею счастье уже, что прочитал вот эту книгу. Спасибо за презент заранее. Хочу сказать, что невероятная работа. Во-первых, очень удобная. Знаете, покетбук такой. Можно маленький формат. Можно вкласти будь-де, будь-де зручно. Ну и, конечно, что мова тексту. Просто невероятная. Настолько витурна. Это очень приятно. Мне очень понравилось, если честно. Для меня, как для филолога, было очень приятно подчеркнуть даже некоторые слова, которые рываются в словнику. Думаю, что же оно там означает. Поэтому очень интересные, звороты, невероятная игра словами. Потому что за это вам величезное спасибо. Вчера в ночи не мог заснути, пока не дочитал. Это очень приятно. Я так понимаю, что эту книгу читали уже много кто. Тем более, что много ваших творений. Они, сначала вы выкладаете их в интернете, а потом уже они получают такой вигляд, паперовый. Они, знаете, из электронной версии, потихоньку, крок за кроком, делают крок до жизни книги. Это большая дорога, потому что за книгой это много людей, безумовно. Это люди, которые читают, что-то советы. Это, безумовно, первое, это типография. Это поради какие-то в типографии. Это художник. Ну, и могу вам сказать, знаете, эта книга, она такая была провокационная. В каком плане? Потому что она имеет два варианта. Знаете, это очень редко такое бывает, но она имеет два варианта. Первый вариант, который был, то очень много писали мне листов человек. Они очень сердились на Елизавету Петровну, главную героиню. Потом они очень хотели, ну почему там, мочкануть надо. Вот это слово, знаете, оно было очень смешное. Это сленг, так? Я не очень хотела, чтобы там какой-то, знаете, такой почерк детектива. И мне очень хотелось написать мистичную повесть, знаете, потому что много вопросов про Закарпаттия. Я так хотела заролювать в Миколаевщину. Начала с парка Петровского. Там я бачила эту всю картину. Наче в театре это происходит, такая, знаете, ситуация на лавочке. Но что-то мистика не получилась. Воно постоянно шло в сторону детектива. И вот потом уже я, когда уже после самоиздата, я был в самоиздаті первый раз на друкованную, когда уже дійшло дело до книги, и очень много было таких, знаете, не то чтобы порад, а вот трясли, как за душу, говорят. Трясли. Я потом дописала какую-то, несколько вещей, и воно вималювалося детективом, таким психологичным детективом, где есть игра между человеком и женщиной, и где, знаете, переходится линя, переходится грань. Это мне было очень интересно, потому что все люди, которые вокруг, они как зеркалят, они тоже потом зеркалят эту пару, и поэтому там есть их охоронец, который, как иначе, застрелился, а потом они его по другому разу находят тоже застреленным. И вот в этой точке никто не знает, что дели будет, чи это будет привид, чи это будет, и тому там есть как раз таки... Элементы и мистики, и в одночасье детективы. Ну, я хочу сказать, действительно, ось эта игра, это что-то, как раз на этой игре, на цьем диалоге, это неимоверная игра словами ваша, потому что передать так психологию двух героев, ну, неимоверно, цікаво. А вы сейчас працюете с новым иллюстратором. Так, очень хороший иллюстратор. Ксения Калмикова. Как я разумеется, это настоящий шедевр, который сейчас у меня в руках, вы понимаете, друзья, ось то, что мы бачим, по суті, на книжках, можем сейчас показать вам и один вариант, и и другой, в изменшенном варианте, ось то, что мы бачим в книге, на книге, то и бачим сейчас у меня в руках. Вона очень велика молодец, в том плане, вона працювала в учительном, в художной школе, поэтому вона профессионально знает эту работе. Вона очень много эсказов сначала делает, так, если бы передний автор это был компьютер, то сейчас это живая работа, то есть, это несколько эсказов, бывает 5, 6, иногда сразу попадаем мы в эту точку. До речи, какая у вас была співпрация и с новым иллюстратором, это стосовно уже иншой книги, это дитячая книга, уже для детей. И зародилась, знаете, я вас перебью, зародилась вона как раз у стінах библиотеки имени Шури Кобера Віті Хопенко. Чому? Потому что, когда мы говорили про эту книжку «Прозором у веконца мрій», то дитям очень понравились сказки. Честно скажу, для меня тоже было диво, что дитям так понравилось, знаете, и они это ваша природная скромность. Да, вы знаете, ну, я думаю, ну, казки все же читают, ну, что там такого в казках. Муніципальними коллегиями было дуже багато питань. Діти хотели ще казок. И вот, чи вы напишете что-то новое, чтобы оно было в казках. Я уже, знаете, так себе думаю, а что будет, если будет какой-то герой? И я там начала рассказывать, что ось, дитки, на підвеконке сидит незвычайно, дуже незвычайно, ось така истота. Бачите? Еї навіть зробили. Елена Николаевна Маркетан, понимаете? И потом еще у меня была одна ситуация. Мой знакомый, мой учень, я колись працювала вчителем в школе, он мне позвонил порадить, что делать, потому что его сын бачит, какую-то страшилку и не может спать. До речи, сегодня день борьбы с страхами и вариант от Инессы завязывали. Дуже интересно. Бачите, я размирковала по-своему, как педагог, как учитель. Сказали, что дитина была у психолога, что дитина была в церкву водили и мне казалось, что дитину еще больше налякали. И я подумала, что казка, это же один из лучших вариантов. Слушайте, фантастика. Я говорю, давайте так, хором, вы дома придумываете казку и вот этот дядечка, который не дает спать, который почему-то появляется, он має снижаться. И вот они придумали казку и потом мне звонит, значит, мой учитель говорит, Инесса Андреевна, ура, мы победили страшилку. И десь у этой книжки тоже есть такой перетир. Там, знаете, самая главная линяя, которую мне очень хотелось. Дети плохо едят. Дорогие, сейчас напоминаю, дитям, которые нас смотрятся, если плохо едят, вы можете телефоновать до нашей студии задать вопросы, которые вас интересуют, и получать даже книжку подарок от нашей авторки. Дуже плохо едят. Я, знаете, бабуся моя очень хорошо готовила. И вот я подумала, что было бы очень красиво, как бы в книжке были готовые рецепты, кулинарные. То есть, начинается с того, что это главный герой, враг Тун. Он мает очень разные здебности, живет в незвичайном свете, но он так любит кулинарию, потому что его бабуся готовит страву совсем не для людей. Он просидживает на шафе очень долго, все занотовывает, у него такой, знаете, блокнот, который изменится, великий и вот он там все занотовывает, и потом он этих двоих декабря, Даринку и Мирославчика учить, как куховарить. И там есть много рецептов, но по ходу в них много пригод. То есть, они попадают в соляную шахту, они попадают до мавок, они борются с мавкой ильтиную, которая, до речи, тоже переходит все границы, все угоды лісовые. Она бесшкетит, она хочет делать что за угодно. Прямо таки детективы. Она хочет вкрасти детей, но в книге должно быть страшное, поэтому я придумала такую сатору, ведьму, она хорошая, очень красивая, и она говорит, что ни на какие кулинарные рецепты она не попадается. И она хочет, чтобы дети принесли ей чарльні речи с печери, в которую она, как пані, летит, не может. И они летят в ту страну, летят в ту печеру, и дальше развертается речи. Речи, хочу показать еще один уникальный вариант. У нас сегодня есть возможность поспілкуваться с автором и узнать все теймницы. Что означает эскиза? Они все таки изменятся при том, что мы говорили. Можем сейчас побачить, что на таком светлом фоне была красивая она. Красивая так, панянка такая была. И сейчас еще один вариант, можем их спевставить, показать более загально. Вот такой вариант темный вошел в книгу. Потому что это в ночи. Мы пробовали показать и вона врань могла появляться, вона на гори еще появилась в его дом. Нам было много вариантов, но мы остановились на том, что все таки ночь, страшно, но дети так хорошо справляются с этой паней, что от нее ничего не остается. Вона даже в конце перетворена на метелика, такого нікчемного, сирого. Бо убивайте ей жалко, вы понимаете? Что с ней таки делать. Хвилин, что залишается спілкувание с сегодняшним гостем, поэтому есть возможность использоваться такими возможностями и задолкнуть до студии и получать такие книжки. До речи, еще у нас есть одна работа, которую хочется представить. Это ваши вирусы, иллюстрации, до которых я так понимаю, так же делаю. Сене тоже делаю. Вы знаете, снова знали меня такая ситуация. Я хочу свою назву, а ситуации, которые вокруг меня, они правят и навязывают совсем другую назву. Какая названа была попереду? Макроапельсин. Я не знаю, чему така названа, но потом, вы знаете, по телебачению, там была одна такая деталь с Януковичем связана с апельсином, и я думаю, о боже, нет, это такого не будет ни политики, тем больше, что в этой книге. Значит, тоже есть такая деталь. Я рассчитываю, это моё такое, знаете, бачение, что когда мужчины кохают, они очень красивые. Я не видела женщин, которые бежали на зустречи с букетами, або стояли десь там очень чеку, так как в правде тоже бывает. И вот мне захотелось писать имя человека тоже. Такая возможная форма, и когда я говорила с Дмитром Дмитровичем Кремлем, он мне сказал, ну я не пишу, но это безумовно может быть. И очень гарно низкий клин в спилке, потому что Дмитро Дмитрович его очолюет, и знаете, нема никаких рамок. Что хочешь, то пиши, никакой номенклатуры. Так? Тому тут есть безумовно от имени женщины, как сказал Леонид Михайлович Шкарова, ну вот что ты пишешь из сказки, все равно женская линяя. И вот он мне там запропонировал написать сказку для его книги Анахарсис, я писала невеличкую такую сказочку, она называется, ну поки такая назва, его имя Анахарсис. И очень там прописала скитских богинь, там Платинка, ну вот женской рукой. Женская линяя видно, да? И вот я уже в этой книжке знаете так уже от человеков писала и просто картинки такие, знаете, которые не належат ни человекам, ни женщинам, абстракции. То есть я думаю, что автор, если хочет кто-то попасть в иллюзию и там очень хорошо себя почувать, то брать руку, писать и это уникальный стан, творчий стан. Я навіть бы хотела иногда десь батькам, знаете, когда дети хворяют или не им с чем занять, обязательно творчий момент. Ну, то, что мы там лепим, вырезаем. Поэтому, если дитина пишет, я очень много знала детей, таких маленьких, которые сказали, я буду писать свою книжку. Батьки, как там, нехай пишет, купите блокнот, купите ручку, и не заважаете. Да, скажи, что нехай напишет там, что про бабусь, что про семью, там. Это такая радость. У нас, например, дома есть целая папка величезная, где писали дети, мы сейчас смеемся, читаем, понимаете, так что это очень добро. Творчость это уникальная страна, где можно побывать в иллюзии. И я пишу речи иллюзорные, фантастичные, безумовно, есть основа реальность, но мне нравится немного дальше от истории, политики, реальность. Так что... Я показываю по новинам. И действительно, знаете, еще про страхи, повертаючись, у всех авторів есть страх, когда их запитывают, сколько у вас виршев. И сразу страх, боже, их же нужно было перераховать. Вы, скажем так, для богатарей подраховали. Так, знаете, в чоми дело. Все питаются, сколько там написано книг, сколько виршев написано. Но, знаете, я думаю, так, как мой татар сказал, дивись, не пиши, но писанину. Ну, то есть написать можно, сколько... Вы знаете, что зарифмировать можно все. Все, что бачишь, все рифмуется, так? Но это же не значит, что это поезия. Я, например, теж не рахую, что это поезия. Тому я написала. Ось тут я, значит, зараз, чтобы не сбиться, так, что тут у нас написано. То есть, прочитайте вы. Вот тут внизу. Книга 2, 2012-2016 год. Поэтические рисования образами стихотворные тексты. Так. Я сказала, что это стихотворные тексты. Разумеете, чему? И снова ваша природная скромность. Я ко мне завжди вражение. Не-не-не, ну, это правда, розумеете, это так. Дуже много людей пишут. Ну, это, я не знаю, поезия, это фахивца может сказать, что это поезия или нет. Если хочешь писать, будь ласка, пиши. Або поэт, это так, знаете, очень высокое, очень ответственно. Поэтому, да, я думаю, это по страницам, пока ты пишешь, там все. Я написала там сколько, сколько, Да, сборники там 20 или 30. Кому треба, чёрточку, зробили, пораховала, сколько их там есть. Ну, это такая, знаете, моя дурница, и там навіть я хочу сказать, что только творчие люди могут так сделать, ответить, если можно мать хоть капельку свободы, то почему бы этого не сделать. Там ещё и афоризмы. До речи, почему такая интересная форма афоризмы? Ну, знаете, афоризмы это для меня очень большое, это глобальные люди, такие, метры. Я себе такую человеку не рассчитываю, автор, так? И поэтому я написала веселої глупости, ось там, от Инессы завязываю, ну, кажут, там, випендрюю, это пишу, ну, нехай будут веселої глупости, понимаете? Так что, до речи, ви знаете, смех, это уникальная вещь, потому что один из монахов колись сказал, что те люди, которые научились смеяться, они понимали сенс жизни. Наверное так? Так. Потому что мы думаем, что смешно, ха-ха-ха, нет, это не так, понимаете? Это какая-то такая грань уже понимание такого, знаете, життя глобального, но еще весело. Поэтому в Закарпатии как пофиглювать, целая фиглярия, понимаете? А у нас есть своя, может таки. Я не знаю, какой Миколаев, я скажу, там, может, где-то есть сленг, может, есть какое-то такое слово в области, так? Потому что, скажу, снова про иллюзию. Все, когда говорят про Западную Украину, говорят, тут мистичный край, мистичный край, я бы не погодилась, потому что Украина велика, очень много областей, и в каждой области есть мистика. Своя мистика, как-то особо. И когда я приехала в Миколаев, я жила у Елены Николаевны Власова, и она работала в Муздрамтеатре, и она в ночи говорит мне, вот мы сейчас будем видеть, как летит карета. Я думаю, боже, что это с бабушей, вы понимаете? А потом я узнала, что про злоту карету, которую шукают в Миколаеве. А я прямо сейчас узнався, что у нас есть звоночек. Доброго ранка, приветствуем вас. Доброго дня. Доброго дня, приветствуем вас. Представьте себя, как вас зовут? Дякую. Меня зовут Тусяна Васильевна. И взорвался дзвиночок. Задолфнуйте, будь ласка, еще раз. Мы зачекаем на ваш дзвиночок. Вот так, бачите, містика есть действительно и в Матуре. Дуже много. Мистик и в Миколаеве очень много. Ну, я хочу сказать, что теперь вы создали еще одну миколаевскую мистику, про эту лавочку. Так, лавочку и жрець, до речи, там таки, знаете, паретин. Это жречевская каста, языческий мир. И христианство, то есть переходный такий момент. Ну, это тоже иллюзия, фантастика. Ну, в принципе, если не так подивиться, порозбирать подетально. Знаете, я не пишу не плануючи. Вот, я хтось пише, прописую по пунктам. Тут все легко и от себя. Я ничого не прописую. И потом я уже анализую через уже якийсь там час. И то, когда питают. Вот, понимаете, не сказали бы діти про реалістичную касту, как ее там робить, детально. То есть там хлопчик в муниципальной гимназии с листочком, он запитал. А потом еще один хлопчик, я тоже не запомню, я вибачаюсь, как его звать, и он сказал, а вот почему вы говорите о Закарпатте, а что-то о Николаеве есть? Я говорю, безумовно, скажу, скила, это Николаев, это каска скила, это только с Николаевом связано. А как же? Он очень любит свой край. И потом он подошел и говорит, а у меня очень много легенд про Николаев. Так, видите, материальная база вам подкинуется. До речи, совсем скоро мы говорим зараз про презентацию, у вас будет совсем скоро презентация. Коли, где можно прийти и научиться нашим гадачам? Это будет в понеделок, 10 жовтня, 4 часа дня, в Краеведческом отделе. Это значит музей, так? Нет, нет, нет. В отделе библиотеки и в ней Гмирьова. У библиотеки Гмирьова приходим, дорогие друзья, дивимось на эту презентацию. Мы готовим вопрос, тем более, что много чего вы сегодня уже узнали, где таемница, потому что еще и таемницы будут открываться. Это творчая зустріч, может, какие-то там нюансы, секреты, какие-то, которые потом, знаете, до меня и самой дійшли, потому что не все сразу доходить, даже когда ты пишешь. Ну что ж, я дякую вам за то, что завитали до нашей студии. На жаль, эфирный час не позволяет нам поговорить больше, но я думаю, что мы это выполним благодаря этой встрече 10 числа, поэтому, дорогие друзья, у вас, я можу, приходим 10 числа о 16-й године в библиотеках Гмирьова. Крайзнавчий відділ. Дякую вам еще раз, что завитали и несу, что вы сегодня были у нас. Еще одну хвилиночку. Значит, 50-04-48. Это типография. Если кто-то хочет заказать книги, очень хорошая типография, красивые книги. Без проблем. Так, дорогие друзья, видите, можно, тратили бы шанс сегодня безкоштовно отримать. Поэтому, ось так, только такой вариант завершается у нас.